Мария Луговая родилась 23 июля 1987 года в Ленинграде. Ее родители преподаватели философии. Правда, преподают философию в разных вузах Санкт-Петербурга. К примеру, ее мать преподает предмет в Академии русского балета имени Вагановой. Она является автором книги «Философия танца». Родная тетя Мария – профессиональный хореограф. Неудивительно, что в такой семье девочка с ранних лет тяготела к искусству. Она занималась бальными танцами, училась в музыкальной школе. Натуральный цвет волос Марии – светло-русый. Однако, еще в школе он девушку не устраивал, поскольку считала она, не передавал этот цвет ее характера. Она ощущала себя рыжей и в старших классах школы перекрасила волос в этот цвет. И с этого момента даже не может представить себя с волосами другого цвета. Занималась в Питерском театре юношеского творчества. Родители всегда поддерживали Марию в ее начинаниях и стремлениях. Никогда не препятствовали ее развитию и с уважением относились к выбору дочери. В 2008 году Мария закончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства – курс Семена Спивака. Еще до окончания вуза одаренную девушку приняли на работу в Александрийский театр, единственную с ее курса. У питерских театралов Александрийский театр в большом почете, поэтому среди местных актеров работать в его труппе считается престижным. В 2008 году она была официально принята в труппу Александрийки. Правда, позднее, когда в связи с работой в кино переехала в Москву, она стала актрисой в театр юного зрителя. В кино актриса дебютировала в 2005 году. В сериале «Фаворский» затем выбрали небольшие роли в исторических картинах – 1814 и «Юнкера». К слову, работа в двух последних лентах Марии очень понравилась. Как она заявила, по ее ощущению, ей ближе именно атмосфера и костюмы из прошлых эпох. Далее было еще несколько работ в популярных сериалах, но также в эпизодических или второплановых ролях. Широкая узнаваемость к актрисе пришла в 2008 году, когда на экраны вышел сериал «Рыжая». Глестящая сыгранная роль Тасси, талантливой девочкой, стремящейся стать пианисткой, сделала Марию Луговую знаменитой. По словам актрисы, у нее очень много общего с ее экранной героиней Тасси. Мария тоже очень открытый, ранимый, сопереживающий человек. Кроме того, тоже любит музыку и очень трепетно относится к своим родителям. Далее актриса снялась в сериале «В лесах и на горах» Александра Замятина. В многосерийном фильме Сергея Снежкина «Белая гвардия», а также в провокационном фильме-спектакле с множеством откровенных сцен по поводу мокрого снега. Запомнилась она также своими работами в картинах «Зойкина любовь», «Джамайка», «Василиса», «Киноальбонахи Ёлки-5» и сериале «Неженское дело». В 2016 году на экраны вышел сериал с Марией Луговой в главной роли «Морка». Она играет сотрудницу ЧК Марусю Клину, легендарную Морку. Многосерийная лента отражает сюжет всем известной песни, а события разворачиваются в криминальной Одессе 1920-х годов. Свою спортивную форму актриса поддерживает с помощью регулярных занятий балетом. Тричным неделем она занимается в танцевальной школе. По ее словам, как бы она ни устала на съемках или на сцене театра, неизменно мчится так в зал, как на крыльях. Как дочь философов, она всегда может посмотреть со стороны на ситуацию и в очередной раз понять, что в масштабах вселенной все наши проблемы, страхи и метания крайне малы. О личной жизни примерной девушки Марии Луговой известно немного. Коллеги по сериалу «Рыжая» одно время намекали на романтические отношения между Марией и Андреем Щепановым, партнером по сериалу, сыгравшему роль Бориса, в которого влюблена Тася, поговаривали, что постоянные ссоры артистов на съемочной площадке несомненно указывают на приближавшую между молодыми людьми искру. Видно было, как Машу задевают выпады Андрея. Однако Маша и Андрей отрицали возникновение романтических отношений. Часто замечали, что артисты приезжали на съемочную площадку вместе, но на прямые вопросы неизменно отвечали, что их связывают только деловые отношения. Правда, недавно в одном из своих интервью Мария относительно ситуации в личной жизни сказала, что у нее есть любимый человек и что он не имеет отношения к актерской профессии. Что вроде бы они как бы недавно вместе, но ощущение будто бы всю жизнь. Он очень заботливый и внимательный. Что Мария считает самым главным для женщин. Редактор субтитров А.Семкин